Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В суде работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. С середины мая начнутся выплаты по возмещению ущерба жителям пострадавших от паводков поселков. Портрет победы. Кто они? Наши герои. На должность Акима Карагандинской области представлен Нурмухаммед Абдибеков. В Караганде состоялась внеочередная 34-я сессия областного маслехата, на которой рассматривался вопрос о даче согласия на должность Акима области. Депутаты единогласно одобрили представленную кандидатуру действующего Акима области. Абдибеков Нурмухаммед Конопиевич родился в 1961 году в городе Аркалы Кустанайской области. Кандидат технических наук. Свою трудовую деятельность начал сменным мастером Челесайского фосфоритного рудника. С 1989 по 2009 годы занимал различные должности на предприятиях и в государственных органах городов Актубе, Атрау и Астана. С декабря 2009 по июль 2011 года председатель комитета промышленности, вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С июля 2011 года Аким города Актубе. С февраля 2012 года первый заместитель Акима Актюбинской области. С 20 июня 2014 года Аким Карагандинской области. Президент Республики Казахстан Акима Акарагандинской области, уважаемые депутаты, в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан, у нас у нас согласование для назначения на должность Акима Акарагандинской области кандидатуру Абдебекова Нурмухаммеда Абдебекова. Нурмухаммед Абдебеков поблагодарил главу государства и депутатов за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия к дальнейшему развитию региона. С середины мая начнутся выплаты по возмещению ущерба жителям пострадавших от паводков поселков. В первую очередь ее получат малообеспеченные семьи, те, у кого стихии разрушило жилище полностью. Об этом стало известно в ходе рабочего визита первого заместителя Акима области Асалбека Дюсебаева в Нуринский район. Один из наиболее пострадавших от паводков район – Нуринский. Для жителей этого региона, которые не привыкли сидеть сложа руки, эта весна доставила массу хлопот. Около 800 тонн пшеницы крестьянского хозяйства «Харой» были уничтожены стихией, в том числе зерно, которое готовилось на продажу и для посева. Встретившись с пострадавшими жителями и работниками крестьянского хозяйства, первый заместитель Акима области Асалбек Дюсебаев заверил всех, что о их проблемах знают. И никто из пострадавших без внимания не останется. Работы по устранению последствий стихии уже ведутся. Как я вам сейчас показываю, вон и пёс, в принципе, дорога есть. Это вот Кинжарык. Кинжарык – это дорога района. Мост роваривший мы сейчас покажем на слайд. В Нуринском районе всего непригодными признаны 27 домов. На их местах будут построены новые. По решению комиссии более 50 домов подлежат капитальному ремонту. Это дома в селах Майоровка и Тассауд. Асалбек Дюсебаев встретился с жителями пострадавших сел лично и даже обменялся с ними телефонными номерами. Майские праздники принесут этим обездоленным жителям не только выплаты, но и необычные ярмарки. Крупные торговые дома предоставят сельчанам предметы бытовой техники по сниженным ценам. Аймамрина, Олжаскабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Затянули пояса. Народные избранники поддержали изменение городского бюджета на текущий год. Причиной тому послужила непростая экономическая ситуация в стране и недавние события, связанные с паводком. Куда пойдут казенные деньги и кто получит деньги к праздникам, знает Николай Кровец. Городские власти сократили часть расходов, утвержденного ранее бюджетом. Однако, несмотря на оптимизацию городской казны, было сохранено финансирование на первоочередные расходы. Заработную плату, коммунальные платежи, питание, медикаменты и социальные выплаты. В основном изменения коснулись запланированных расходов по нескольким инновационным проектам, благоустройству, ремонту коммунальной собственности и по капитальным затратам государственных органов. Почти на 580 миллионов тенге. Зато пенсионерам старше 75 лет ко дню Конституции предусмотрен денежный подарок. При этом, исходя из потребностей администраторов бюджетных программ, в целях выполнения социальных обязательств и первоочередных задач, с учётом создания рабочих мест за счёт оптимизации отдельных расходов, решены следующие вопросы. Кроме того, средства были перераспределены на ремонт нескольких автодорог, в том числе дороги на аэропорт, участков проезжей части на 15-й магистрали, Бухаржрау, Садпаева, Пичугина, Новосёлов и других. Также за счёт оптимизации выделенных ранее бюджетных средств отделом физической культуры и спорта будет приобретён спортивный инвентарь и форма. В ходе обсуждения депутатов городского масляхата волновал вопрос о выделении средств на ремонт крыши школ и подготовку к паводкам. За счёт оптимизации отдельных расходов были также решены вопросы с оплатой медицинских услуг для проведения призывной комиссии по военкоматам, оснащению районных акиматов в связи с передачей функций ЗАГСов и другие. Народные избранники изменения о бюджете города утвердили и проголосовали за соответствующий проект решения. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинске. Продолжаем выпуск. 27 этнокультурных центров получили по 700 тысяч тенге. Так, руководство Карагандинской области отметило организации, которые внесли свой вклад в укрепление единства и гражданского мира в нашей стране. По проспекту Бухаржирау праздничным парадом прошли более 18 тысяч горожан. На площади независимости прошёл большой концерт всех этнических культурных объединений области. Этот праздник стал настоящим символом дружбы и сплочённости для представителей многих национальностей. Подтверждением тому является победа Нурсултана Назарбаева на досрочных президентских выборах 26 апреля. Проголосовав за него, казахстанцы тем самым поддержали программу дальнейшего развития нашей страны. Поддержать своего лидера и отметить праздник пришли десятки трудовых коллективов города – ветераны-студенты. За укрепление единства народа и патриотизм золотыми медалями от Ассамблей народа Казахстана Берлык были удостойны председатель Совета общественного согласия города Джисказган Бигзат Алтенбеков, ветеран журналистики Катерина Кузнецова, а также председатель Центра Берегиня Светлана Гежа. Юбилейные награды из Руглавы области Нурмухамбета Абдебекова получили около 30 этнокультурных центров региона. Праздник продолжился фестивалем от творческих коллективов Шахтерской столицы. На протяжении всей своей многовековой истории казахский народ стремился к целостности и укреплению государственности, уважая культуру и традиции всех этносов. И сегодня, благодаря политике президента страны, в Казахстане в мире и согласии проживают представители многих национальностей. Портрет Победы. Кто они? Наши герои. Их нужно знать в лицо. В Карагандинском областном музее состоялась торжественная презентация монументального живописного панно, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вниманию зрителей представлено монументальное живописное панно масштабом 2 на 4 метра. Автор этого исторического произведения искусства – член Союзов художников Караганды Евгений Ким. Он победил в конкурсе на лучшую работу по данной теме. На картине изображены герои Великой Отечественной войны. То есть я на медне вступил в Союз художников, это было в 2014 году. И как раз после этого объявляют конкурс, потому что к 70-летию Победы проект такой, в котором участвует Союз художников. Художник должен рисовать, и новоиспеченный в составе, я думаю, обязанный участвовать, всегда пробовать свои силы. Ну так получилось, что моя идея как бы заинтересовала. На торжественную презентацию были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, их родственники и студенты. Фотовыставка, на которой представлено 70 работ, сделана в необычном формате. На заднем плане изображены старые черно-белые фотографии солдатов времен войны. А на переднем плане – наши герои в настоящем времени. В Карагандинской области, по Карагандинской области управление культурой архивовой документации. С начала года очень много мероприятий, посвященных 70-летию Победы, провело и проводит, и будет проводить до конца года. И сегодня мы презентуем одну большую картину, называется «Лица Победы», которая работала над этим проектом, началась еще полтора года назад. Цель данной выставки – напомнить о героизме наших предков, воевавших за мирное небо, воевавших за победу. Лариса Хусейнова, Айденжакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Вредные загрязнения в Казахстане могут повлиять на качество питьевой воды, продуктов питания и даже создать угрозу для здоровья местных жителей. В этом уверены экологи из Чехии, которые на протяжении двух лет проводили различные исследования на территории нашей страны. Сегодня в экологическом музее специалисты представили результаты своей работы. Пыль от шахтных отходов, заброшенных урановых рудников, незаконные свалки мусора, отравленные реки Иртыш с тяжелыми металлами, загрязнение озера Балхаш – это тема пяти проектов, которые получили финансовую поддержку от Чешской республики. Зарубежные специалисты два года искали в нашей стране горячие точки с экологическими проблемами. Если начнем отсюда, это сам город Караганда, здесь проводилась работа по несанкционированным свалкам отходов. В городе Тимиртау мы изучали влияние металлургического комбината на население. В Балхаше там было несколько таких горячих точек. Прямо в городе находится металлургический завод тоже. Но на берегу озера также старые военные базы. Мы тоже изучали их влияние на экосистему озера. Результаты поразили, загрязнения зашкаливали, говорят экологи. Под наблюдением были более 150 образцов почв, речных отложений, рыбы и куриных яиц. В них специалисты обнаружили множество токсичных химикатов, среди которых тяжелые металлы и другие органические загрязнители. Первые результаты проверки реки Нуры показали, что здесь до сих пор наблюдается высокое содержание ртути. Хотя несколько лет назад была проведена грандиозная кампания по ее очистке. Международные эксперты уже предложили свои варианты для решения проблем. Нужно заново произвести очистку реки Нура, а в Балкаше и Тимиртау поменять почву на детских площадках. Экологи посоветовали чиновникам использовать современную технику от выбросов опасных веществ в атмосферу. Итоги совещания направили в местные акиматы. В селе Успенчицкого района состоялись грандиозные скачки на лошадях и словесные сражения поэтов-импровизаторов. Раньше сельчане многих акынов видели только на голубом экране, а в этот день специально для них ораторы блистали красноречием. Аламан-Байга Байга, так называются скачки, вызвали у жителей Шетского района большой интерес. Посмотреть на зрелище приходили с семьями. Всех участников поддерживали родные и близкие, а также жители окрестных сёл. Более ста лошадей разных мастей соревновались между собой в быстроте. Наездники, как молодые, так и люди в возрасте, стремились получить главный приз – автомобиль «Лада Гранта». В напряжённой борьбе машина досталась астанчанину Мирасу Тажидинову. Байга прошла превосходно. Организаторам огромное спасибо. Желаю, чтобы таких скачек было больше. Нужно продвигать казахстанский спорт. Надеюсь, это не последняя моя победа. Победу Мираса зрители встретили бурно. После скачек всех порадовали айтскеры. Они в своих словесных прениях затрагивали насущные проблемы всего казахского народа. А Аким Успенского сельского округа Жарас Аманжолов поздравил всех с праздником Единства и Мира. Открыл занавес сцены и ввёл программу «Известный айтскер Аманжол Альтай». Он дал свою положительную оценку словесным баттлам и рассказал о будущих планах деятелей этой сферы. Сегодняшний айтскер вызвал шквал положительных эмоций у жителей села. Все мы родились в аулах, поэтому знаем, как сельчане ценят этот вид искусства. А это и есть самая главная награда для любого акина. В планах айтскеров устроить гастроли по улам области. Возможно, в скором времени сельчан порадует караван-поезд. Своим искусством с ними поделятся не только звезды эстрады, но и акины-импровизаторы. Айам Амрина, Айденжакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. А в Караганде появилась аллея в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне от компании Алма-ТВ. Работники этой организации поздравили всех казахстанцев и решили подарить городу зеленые насаждения. Они посадили около 20 молодых деревцев в аллее у Вечного огня. Работники компании Алма-ТВ во главе со своим руководителем Маратом Салпыковым потрудились на славу. Мужчины в фирменной спецодежде и нарядные девушки в бейсболках сажали серебристые тополя. На этом сюрпризы компании для ветеранов не заканчиваются. Марат Салпыков поделился с нами своими будущими планами. В честь 70-летия победы мы также приготовили всем ветеранам Великой Отечественной воды наши подарки, которые мы будем в ближайшие дни раздавать и раздавать каждому ветерану. И соответственно мы тоже будем дарить им по три месяца бесплатного просмотра. Кроме того, сотрудники компании называют себя социально ответственной организацией. Они помогают не только ветеранам, но и домам престарелых и сирот. Выходят на субботники и занимаются благоустройством города и придворовых участков своих филиалов. Обещают, что работа по озеленению будет продолжаться планомерно. Айам Амрина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Танец без ограниченных возможностей. Карагандинка Айдана Нуртазина стала звездой турнира по танцам, покорив зрителей вальсом на инвалидной коляске. Тем самым дала хороший пример другим спортсменам достигать большего. В спорткомплексе «Жастар» прошли соревнования по спортивным бальным танцам сараркам. В них приняли участие около 200 пар из разных уголков Казахстана. На паркете было жарко. Айдана Нуртазина занимается танцами всего три месяца. Несмотря на то, что она прикована к инвалидной коляске, девушка неоднократный победитель престижных конкурсов. 30-летняя спортсменка о своих выступлениях рассказывает охотно. Управлять коляской и двигаться грациозно очень тяжело, но я не сдаюсь, говорит Айдана. Между тем она воспитывает дочь, которая, кстати, тоже пошла по ее стопам и занимается танцами. Ну, мечта у меня стать чемпионом мира. Это мечта. Планов много очень. В июне поедем в Кустанай, тоже будет конкурс, чемпионат Казахстана по бальным танцам. Карагандинская область по танцам в рейтинге занимает одну из лидирующих позиций. У нас много частных танцевальных школ, но все же не хватает поддержки со стороны государства, говорит организатор турнира Инкар Мусина. Танцевальный спорт требует хороших вложений, как материальных, так и моральных. Пока многое держится на энтузиазме спортсменов. Победители этого турнира будут награждены памятными призами, медалями и грамотами. Но самое главное все же – овации и любовь зрителей. Потому что танцевальный спорт у нас не финансируется управлением физической культуры. Этот турнир идет при поддержке отдела физической культуры и спорта города Караганды. Карагандинская школа достаточно сильная, достаточно профессиональная. У нас очень хорошие тренеры. В принципе, воспитывают чемпионов Республики Казахстан. Судьи на турнир приехали из разных городов. Каждую пару оценивали строго. Во всех возрастных категориях были определены победители, то есть первые, вторые и третьи призовые места. Почти все они достались спортсменам из Караганды и Астаны. Танцам нужна официальная поддержка. И, возможно, тогда масштабы таких зажигательных шоу будут еще больше. К тому же в нашей стране нужно развивать спорт для людей с ограниченными возможностями. Это поможет сотне таких людей, как Айдана, поверить в себя. Уверенные организаторы и участники турнира. Аймаврина, Олжас Кабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Пока жива память о человеке, жив и он сам. Под таким лозунгом открыли ежегодный турнир по волейболу, посвященный памяти Жохана Медиубаева, полковника Комитета национальной безопасности. В турнире, который проводится в 19-й раз, приняли участие 10 команд из Казахстана и России. На традиционные соревнования по волейболу приехали команды не только из Казахстана, но и ветераны волейбола из Новосибирска. Таким образом, спортсмены отдают дань уважения и чтят память легендарного отличника службы КНБ. Турнир по волейболу традиционно демонстрирует хорошую игру команд. Новосибирские волейболисты здесь играют уже в пятый раз. Несмотря на то, что у жены капитана команды «Динамо» в день турнира был день рождения, он все равно приехал почтить память Жохана Медиубаева и сыграть с казахстанскими друзьями. «Нам очень нравится приезжать в ваш гостеприимный город, нравится общение с людьми, нравится, во-первых, сама спортивная составляющая. Тут битвы на площадке идут до самого последнего момента, очень напряженные. Ну и мне хочется сказать большое спасибо и семье Медиубаеву, и организаторам всем, за то, что они когда-то нас пригласили». В течение 25 лет Жохан Медиубаев проработал в органах департамента Комитета национальной безопасности заместителем начальника и всегда активно пропагандировал здоровый образ жизни, уделял большое внимание популяризации спорта. «В память о нем здесь коллеги, друзья, чувство которых относилось ясно, организовывают изугодный турнир». Спортсменам, которые приехали на соревнования, родственники и друзья Жохана Медиубаева выразили огромную благодарность. Данные встречи проводятся для формирования чувства патриотизма и ведения здорового образа жизни. Лариса Хусынова, Жуслан Маклубеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова